Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает программа «Здоровый интерес». Меня зовут Екатерина Бутовская. Здравствуйте! В начале выпуска, как всегда, блок новостей из сферы медицины и здравоохранения. Ноябрьские венгапуровские медики вытащили с того света 46-летнего мужчину. Плохо ему стало на трассе. Сначала за жизнь ноябрьца боролась фельдшерская бригада из Венгапуровского. Затем для дальнейшей транспортировки пациента в центральную городскую больницу на место приехала скорая из Ноябрьска. Борьба за жизнь мужчины, у которого произошел острый инфаркт, продолжалась с 9 вечера до 6 утра. За это время он дважды находился в состоянии клинической смерти. После многочасовой реанимации, производившейся в Венгапуровском, состояние пациента стабилизировалось, что позволило перевести его в стационар ЦГБ. Пациент, учитывая то, что он был в тяжелом состоянии, неоднократно там происходит остановка сердечной и дыхательной деятельности. Можно сказать, что в присутствии бригады это клинический смерть. Наша бригада заводит, вернее восстанавливает сердечную и дыхательную деятельность у этого пациента в приемнике совместно с сотрудниками Венгапурского отделения. И что могу добавить, лечение или оказание первой медицинской помощи было проведено в полном объеме. Это все-таки благодаря слаженной действии Венгапурской бригады скорой медицинской помощи и сотрудники отделения и наша бригада. В 2016 году бюджет ОМС вырастет. К тому же в базовую программу добавятся новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом заявила представитель фонда обязательного медицинского страхования Наталья Статченко. Согласно проекту бюджета фонд на 2016 год. Субъекты России получают субвенцию в размере 1 триллиона 458 миллиардов рублей. Также в базовую программу ОМС на 2016 год будут добавлены еще 54 метода высокотехнологичной медицинской помощи. Таким образом список бесплатных услуг в рамках базовой программы расширится. Бессонная ночь также вредна, как и полгода злоупотребления фастфудом. Группа ученых из медицинского центра Седер-Синай выяснили, что злоупотребление пищи с высоким содержанием жиров в течение полгода и одна ночь без сна одинаково влияют на чувствительность к инсулину. Чтобы выяснить это, исследователи проявили ряд экспериментов на собаках. В эксперименте участвовало 8 собак. До начала исследования и после его окончания ученые измерили у животных чувствительность к инсулину, проведя глюкозотолерантный тест. Оказалось, что одна бессонная ночь вызывала уменьшение этого показателя на 33%, а полугодовая диета с высоким содержанием жиров привела к его снижению на 21%. В том случае, если собак лишали сна после 6-месячного употребления фастфуда, чувствительность к инсулину не менялась. Вот такие вот наблюдения. В 2015 году на Ямале диспансеризации подлежат 58 тысяч человек. По информации окружного департамента здравоохранения, в настоящее время обязательный осмотр прошли почти 46 тысяч. Это около 80% от плана. В проведении диспансеризации на территории Арктического региона участвуют 14 медицинских организаций, в том числе и Ноябрьское ЦГБ. В прошедшем году Ямал вошел в число регионов, которые успешно выполнили план Минздрава России по всеобщей диспансеризации. Осмотры прошли 99% жителей автономного округа, подлежащих обязательному обследованию. Важно и в нынешнем году не допустить снижения уровня проведения диспансеризации, для чего необходимо объединить усилия, чтобы выполнить задачи. Так как речь идет о здоровье населения, о повышении качества жизни ямальцев, отмечают в окружном здравоохранении. Напомню, этой весной вступили в силу новый порядок диспансеризации и правила учета ее результатов. Теперь часть исследований и консультаций пациенты проходят не на первом, а на втором этапе осмотра. Кроме того, увеличен объем исследований, которые должен пройти пациент. Собственно, о том, как проходит диспансеризация в ноябрьский, и пойдет речь в репортаже Елены Жарковой. Проходить медицинское обследование дорого. С чего начать? Хотя бы с диспансеризации, которая идет по всей стране уже третий год. Но многие не знают о том, что проверить здоровье можно абсолютно бесплатно. В этом году более 9 тысяч ноябрьцев прошли такой медицинский осмотр. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, которые направлены на сохранение здоровья населения, профилактику заболеваний, снижение частоты обострения хронических заболеваний и развитие обострений. Опасаетесь длинных очередей? Сейчас в каждой поликлинике работает кабинет профилактики, куда Андрей Лесовой пришел на диспансеризацию впервые. С собой паспорт и полис медицинского страхования. И не стоит бояться, что не отпустят с работы. Закон обязывает работодателей предоставлять возможность прохождения для своих работников профилактических осмотров и диспансеризации. Вы курите? Нет. А алкоголем не злоупотребляете? Нет. Жалоб нет. Измерение веса, роста артериального давления – лишь начало. Перечень осмотров и исследований определяется возрастом пациента. Диспансеризация уделяет внимание четырем группам заболеваний. Они являются причиной смертности у 75% россиян. А это сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, онкология, а также хронические бронхолегочные патологии. Глубоко вдохнуть, не дышать. Дышим. Диспансеризация проходит в два этапа. Первый проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, а также факторов риска их развития. Второй этап нужен примерно четверти граждан. Он включает в себя дополнительное обследование и уточнение поставленного диагноза. Нет, конечно, если у пациента выявляются заболевания или даже факторы риска, мы проводим пациенту второй этап. У нас же два этапа диспансеризации. Вот когда пациент приходит к нам на второй этап диспансеризации, мы уже проводим с ним углубленное профилактическое консультирование для коррекции его имеющихся факторов риска или направляем по результатам первого этапа к узким специалистам. Сегодня только каждого третьего можно назвать абсолютно здоровым. Медики напоминают, диспансеризация – самое элементарное, что можно сделать для своего здоровья. Чем раньше поставить диагноз, тем больше шансов на полное выздоровление. И сегодня в нашей студии Альфина Маржухина, исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики. Здравствуйте, Альбина Ишатовна. Скажите, пожалуйста, кому полагается бесплатная диспансеризация и является это мероприятие обязательным? Ну, диспансеризации подлежат определенные возрастные категории нашего населения. Мы сейчас говорим, конечно же, о взрослом населении нашей страны. Все пациенты, начиная с 21 года, подлежат диспансеризации и через каждые три. То есть кому на сегодняшний день есть или исполняется в этом году 21, 24, 27, 30, 33 года и так далее. То есть через каждые три года. По поводу вопроса обязательности прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, я бы сказала так, что в статье 27 Федерального закона 323-го об основах охраны здоровья граждан РФ. Есть такие пункты, как гражданин обязан заботиться о своем здоровье, его охранять и обязан проходить медицинские осмотры. То есть диспансеризация в том числе. Скажите, должны ли пациенты отпускаться для прохождения диспансеризации с работы, с учебы? Конечно. Для этого у нас в статье 24 Федерального закона 323-го есть пункт, в котором звучит о том, что работодатель должен, во-первых, создать все условия для прохождения медицинского осмотра, диспансеризации в том числе и беспрекословно и беспрепятственно отпускать своих работников для прохождения. Скажите, пожалуйста, осмотры каких врачей входят в диспансеризацию? Ну, в диспансеризацию по новому приказу у нас, кроме как осмотр терапевта, больше осмотров никаких узких специалистов на первом этапе диспансеризации не требуется. То есть осмотр терапевта, лабораторные инструментальные методы исследования. Скажите, пожалуйста, если вот пациент уже ранее обследовал, создавал какие-то там УЗИ, кровь, еще какие-то обследования, он имеет право отказаться при прохождении диспансеризации от этих обследований? Конечно. Мы учитываем при прохождении диспансеризации все те обследования, которые необходимы пациенту по его возрастной категории в течение года. То есть если до момента обращения к нам по поводу диспансеризации у пациента еще есть обследование, которое он проходил у участковых терапевтов, да, у других узких специалистов, мы, конечно, учитываем, учитываем эти заключения и по приказу мы это можем, да. Что получает пациент, прошедший диспансеризацию? При прохождении диспансеризации, например, было выявлено какие-то заболевания, то есть пациент направляется на лечение или на какое-то еще расширенное обследование? Конечно. Все мы решаем на приеме с пациентами индивидуально. То есть, да, при прохождении первого этапа диспансеризации мы смотрим и делаем заключение по тем обследованиям, которые пациент прошел. Если действительно мы выявляем заболевания, которое требует консультации узких специалистов, мы направляем к узким специалистам. Если требует какое-то дополнительное назначение, да, это все в рамках второго этапа мы это делаем, да, конечно. Скажите, пожалуйста, куда вносятся данные о диспансеризации? В амбулаторную карту? Мы заводим карту, карту пациента для диспансеризации и все данные, которые имеются, данные анкетирования, да, все его обследования мы вносим в карту явки пациента, то есть осмотр терапевта. Скажите, пожалуйста, в каких лечебных учреждениях можно пройти диспансеризацию? По каким дням и в какое время? Диспансеризацию мы проводим в городской нашей поликлинике, ГБУС, Янао-Ноябрьская ЦГБ, принимаем и в отделении медицинской профилактики, в нашем отделении принимают участковые терапевты по своим участковым докторам, то есть в поликлинике наше отделение работает с понедельника по пятницу с 8 до 15-12. Мы ждем пациентов. Что с собой иметь? Что взять? С собой иметь паспорт, полис, минуя регистратуру мы принимаем в 214 кабинете. Скажите, пожалуйста, много ли среди ноябрьцев, желающих пройти диспансеризацию? На сегодняшний день у нас прошло порядка 10 тысяч человек, то есть это около 82% от запланированного обследования определенного количества граждан. У нас в этом году планировалось обследовать по диспансеризации 12 138. Около 10 тысяч уже пациентов обследования прошли. Заинтересованности в этом году больше. Альфина Александровна, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, ответили на все интересующие нас вопросы. Всего хорошего, до свидания. Пожалуйста. И на сегодня у меня все. Я напоминаю, что участником нашей программы можете стать и вы. Свои идеи, темы и предложения, а также вопросы любому из специалистов ноябрьской ЦГБ, вы можете озвучить по телефону доверия, либо написать на наш электронный адрес. Но я желаю вам хорошего настроения и, конечно, здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok